По утрам Татьяну Иванну, как и положено беременным женщинам, слегка подташнивала. Ее подташнивало, а она счастливо улыбалась в ответ. После завтрака ей захотелось лимонов. — Шунечка, сходи в магазин, купи мне каких-нибудь цитрусовых, лучше лимончиков, что-то кисленького хочется. Саныч оторвался на мгновение от своего смартфона и раздраженно произнес. — Танюш, ну каких там еще лимончиков? Что ты выдумываешь, как беременная? Татьяна Ивановна расплылась в довольной улыбке. — А может, я беременная и есть? Откуда ты знаешь? — Ха-ха-ха! — хохотнул Саныч и снова уткнулся в телефон. Татьяна Ивановна обиженно надула губки и замолчала. Лимонов ей тут же расхотелось. К вечеру ее потянуло подышать свежим воздухом. — Шунечка, пойдем с тобой прогульнемся до автостанции и обратно, а то что-то мне воздушка не хватает. А потом придем и поужинаем. Можно тебе пивка взять в супермаркете. Гулять Санычу не хотелось. На улице уже который день моросил дождь, а вот от пивка он бы не отказался. — Танюш, а может, одна сходишь? Что-то у меня ногу ломит, — тут же придумал лентяй. — Татьяна Ивановна грустно вздохнула и пошла одеваться. А что делать? Беременные должны много гулять. Нагулявшись под дождем, Татьяна Ивановна направилась к супермаркету за пивком для Шунечки, а себе за фруктами. Беременным нужны витамины. Увидев на прилавке красную икру, женщина не удержалась и купила одну. Икра для беременных незаменимый продукт. Поискав и не найдя ключ в своей бездонной сумке, Татьяна Ивановна позвонила в дверь собственной квартиры. Через несколько минут за дверью послышались шаги и недовольный голос Саныча, увидевшего ее в глазок. — Тань, ну неужели так трудно самой дверь открыть? А я из-за тебя в игре кон пропустил. Теперь все по новой начинать. Но увидев в руках у женщины огромный пакет с продуктами, тут же сменил гнев на милость. — Давай я помогу тебе, моя хорошая. И Татьяна Ивановна расцвела в счастливой улыбке. — Неси все на кухню, Шунечка. Пакеты с продуктами разбирать Саныч просто обожал. Особенно, когда они несли в себе какую-то загадку, сюрприз, так сказать. Другими словами, когда они были не им куплены. Саныч доставал и выкладывал на стол бананы, лимоны, яблоки, груши, сливы, пиво. — Фруктики, Танюшечка, ну зачем? Они ж такие дорогие. Увидев на самом дне маленькую баночку красной икры, он аж подскочил от радости. — Танюш, а ты как догадалась-то, что я икру люблю больше жизни? Татьяна Ивановна не нашлась, что ответить, ведь полезной икрой она собиралась кормить по утрам беременную себя. Быстрым и сильным рывком он в одну секунду вскрыл банку и вооружился чайной ложкой. Татьяна Ивановна стояла посреди кухни в плаще и боялась уйти, дабы не вернуться к шапошному разбору. В следующий раз, пожалуй, нужно будет сбегать в обед на работе в магазин, купить и держать все там в холодильнике, а домой не приносить, иначе никаких витаминчиков мой малыш не получит. Грустно думала женщина, глядя, как Саныч закидывает ложками себе в пасть рот красную икру и запивает ее светлым пивом. Доев икру и допив пивасик, Саныч облизнулся и вытер пасть рот салфеткой, заботливо подложенной ему Татьяной Ивановной. И тот взгляд его уперся в гору фруктов, лежащих на подоконнике. Саныч встал, намыл полную миску фруктов, он сразу решил, что они куплены именно для него, никаких других вариантов ему на ум не пришло, и удалился с ней в комнату на свой любимый диван. Он лежал, ел сливы и груши и время от времени издавал разные звуки, вопли и взвизгивания от пропущенных голов в игре, ну и разные другие, на которые способен человеческий организм, плотно и вкусно поужинавший. Татьяне Иванне досталось ровно одно яблоко и четыре лимона. Лимон и Саныча, к счастью, совсем не заинтересовали. Она налила себе в кружку чаю, с грустью бросила в нее кружочек лимона и призадумалась, глядя в осеннее окно. Капли дождя отражали в себе свет уличного фонаря, заглядывавшего прямо в кухню к Татьяне Иванне, и тоскливо стекали по мокрому стеклу. Маргарита приклеила последнюю полоску обоев, отошла к двери, залюбовалась. Красиво получилось! Детская комнатка в сине-голубом морском стиле была почти готова. Еще пару светильников и занавески, и милости просим, любимый малыш. Женщина погладила свой сильно округлившийся в последний месяц животик. Почти до шести месяцев никто из посторонних ничего не замечал, теперь же вскрыть беременность стало невозможно. Да Маргарита и не хотела больше ее скрывать. Ей было откровенно наплевать на деревенские пересуды. Ну, поболтают бабы месяц-другой, да и затихнут. Раиса еще эта, продавщица из ее магазина, смотрит так сочувствующе и будто рассказать хочет что-то, но не решается. Или ей кажется просто все это? После того, как Маргарита выгнала Саныча, жизнь ее очень сильно изменилась. Не приняла она, не заставившая себя ждать предложения руки и сердца от своей первой любви, Алексея Алаева. Как говорится, в одну реку не войти дважды. Так и у них. Слишком уж много времени утекло, слишком сильно они изменились. Это были уже совершенно не те люди, что расстались когда-то по глупости. Абсолютно другие. Она помнила его совершенно другим и любила того Алексея, а не этого с израненной, воспаленной, расшатанной психикой. Совершенно не похожего на того ни внешне, ни внутренне. Но теперь ведь Маргарите было кого любить. Теперь она не была одинокой. Она была не одна. И она любила это создание больше жизни, так как никого и никогда не любила. Невеселые думы Татьяны Ивановны прервало жужжание телефона. Посмотрела на экран. Сестра младшая, Райка. Не буду брать трубку, решила Татьяна Ивановна. Последний раз она, разозлившись на Раису, бросила трубку и выключила телефон. После этого не созванивалась с ней. Опять сейчас начнет нотации читать. Открой глаза, гони к чертовой матери. Знаю и без нее все. Кто он и что он? Знаю. А поделать с собой ничего не могу. Люблю его и точка. Слишком долго не видала мужской ласки. Даже и не надеялась уже ни на что. А вот с ним вспомнила, какие ночи бывают жаркие. Вспомнила, что она женщина пока что, а не старуха. А теперь вот еще беременность эта. Ребеночек скоро родится. Все как в молодости. Жизнь-то, можно сказать, только начинается. Как в том кино. Москва слезам не верит. На несколько секунд телефон замолкал, прекращая свое надоедливое жужжание. А потом принимался вибрировать с новой силой. Да что же это такое-то? А может, случилось что с Раиской или маняшей? И Татьяна Ивановна поспешно нажала на ответить. Алло, Рай, чего стряслось-то? Звонишь, звонишь. Вон пятнадцать пропущенных. А я в ванной была, не слыхала. Собрала Татьяна Ивановна, ответив, наконец, на звонок младшей сестры. Да ничего не стряслось у меня. Стряслось как раз у тебя, а не у меня. А ты глаза зажмурила и думаешь, что раз ты ничего не видишь, так ничего и нет. Ну, затянула опять свою волынку. Если не прекратишь, брошу трубку, пригрозила старшая сестра младшей. Погоди, Таня, новости есть. Какие такие новости еще? Про чё? Не про чё, а про кого? Про приживалку твою. Рая, ты опять? Татьяна Ивановна уже хотела было отключиться, как услышала крик сестры, доносившейся из трубки. Беременная Маргарита, от Сашки твоего беременная, от сожителя. Татьяна Ивановна вновь припала к телефону. Как беременная? Тоже, что ли? В смысле тоже? В смысле тоже, Тань! Кричала на том конце Раиса. Тань, а еще-то кто беременный? А, Тань! То, что беременная ее старшая сестра, Раисе и в голову никак не приходила, и она заистерила. Тань, что там происходит-то у вас? Не молчи, Тань! Тань, ты скажи ему, скажи про ребенка-то. А вообще-то не говори лучше, может, и не надо ему знать об этом. Сама Маргарита скажет, если надо будет. Слышишь, Тань? Татьяна Ивановна, в свою очередь, никак не могла решиться сказать младшей сестре, что тоже беременная, это она, и не нашла ничего лучшего, как опять отключиться. Господи, да что ж это такое-то? Вот оно, счастье-то, казалось бы, рядом, а не уцепишь, расстроилась Татьяна Ивановна, совсем позабыв, как Саныч сожрал всю икру и почти все фрукты, даже не предложив ей. Дверь в кухню открылась, и на пороге возник во всей красе ее возлюбленный. Че за шум, а драки нет? Поинтересовался Саныч. С кем это ты разговаривала и кто беременный? То, что Маргарита ждет ребенка, Татьяна Ивановна решила от Саныча утаить, а про себя решила рассказать, подумав, что подходящий случай как раз настал. Я беременная, выдохнула женщина и замерла в ожидании реакции любимого мужчины. Тань, ну я серьезно спрашиваю, даже и не подумал поверить Саныч. Маняшка, что ли? Ну, не Райка ж в конце концов решила народ насмешить перед пенсией. После этих слов Татьяна Ивановна совсем растерялась и не знала продолжать доказывать Санычу, что она все-таки беременна, или отложить этот разговор до другого подходящего случая, а может даже дождаться того времени, когда Саныч сам все заметит. Танюшка, кто беременный-то? А, Танюшка! И Татьяна Ивановна решилась. — Я беременная, Шунечка! Я! — разрыдалась будущая мать. — Я и сама не знаю, как такое могло случиться. Думала, у меня возраст уже потеряла бдительность, короче. Саныч смотрел на Татьяну Иванну и хлопал глазами, не зная, верить или нет тому, что она сейчас не говорит. — Ты сейчас шутишь, что ли? — еле выдавал Саныч. — Нет, не шучу! — пролепетала чуть слышно женщина. — А как такое может быть-то? В шестьдесят лет разве можно забеременеть? — жег Саныч. Он и вправду всегда думал, что его сожительница шестьдесят. — Может, и нельзя в шестьдесят, а мне пятьдесят только! — поджала обиженно губы Татьяна Ивановна. — Зачем же так обижать? Саныч мотнул головой, будто желая стряхнуть с себя услышанное. — Да какая разница, пятьдесят или шестьдесят? Чего теперь делать-то? — Как что делать? Рожать. Что ж еще? — объяснила Татьяна Ивановна. — У меня ж уже срок большой. Охренев от таких новостей, сильно удивившись таким новостям, Саныч в прямом смысле этого слова взвыл, схватившись руками за голову. — Да что же вы, бабы-дуры-то такие? Что ж вам спокойно не живется-то в свое удовольствие? На кой черт вам спиногрызы-то эти сдались? — Какие бабы, Шуничка? Ты о чем? — не поняла Татьяна Ивановна. Анатолий, муж старшей сестры Саныча Галины, зашел в Сельмак и случайно встретил там свою бывшую сожительницу и несостоявшуюся жену брата своей жены, хозяйку этого магазина Маргариту. От увиденного Анатолий так растерялся, что забыл, зачем пришел, и быстрой рысью метнулся обратно домой. — Галька, кого я сейчас видел, ты не поверишь! — прям с порога заинтриговал Анатолий свою супругу, которая как раз домывала в прихожий пол и хотела было опоясать мокрой тряпкой влетевшего оки-вихрь мужа. — Куда прешь? — заорала Галина, замахнувшись тряпкой. — Маргарита беременная! — Вот такой живот! — развел руки в разные стороны Анатолий, показывая, какой именно живот у Маргариты. Тряпка выпала из рук Галины. — Маргарита! Шуркина! — Шуркина, шушуркина! Она самая! — подтвердил Анатолий. — А от кого хоть? — А почем я знаю, от кого? Иди да спроси! — предложил он жене. — Шурка, ты знаешь или нет? Маргарита беременная! — затороторила в трубку Галина, едва Саныч успел ответить на ее телефонный звонок. — Ты с чего это взяла? — не поверил Саныч. — Как с чего взяла? Пузо-то у ней на нос уже лезет. По всем срокам сходится от тебя, ребятенок, больше не от кого. — Как это не от кого? А мужика того забыла с розами? — возразил Саныч. — Как забыть? Нет, не забыла, помню. Ну, тады или от тебя, или от него. Больше нет кого. — согласилась Галина. — Тьфу ты! — разозлился Саныч. От услышанного ему стало душно, и он вышел на балкон, закрыв за собой дверь. В это же самое время в кабинете гинеколога Татьяна Ивановна слезала с кресла. — Кисточка справа. В идеале нужно удалять, но пока не беспокоит, трогать не будем. Снимая перчатки, монотонным голосом бубнила врач. — Половой жизнью живете? Месячные ходят? Или уже вступили в менопаузу? Татьяна Ивановна удивленно похлопала нарощенными ресницами. Сходила недавно, нарастила, как у дочки Катерины. А как же? Она еще вон родит скоро, а значит, не старуха еще. Сейчас у каждой второй уважающие себя женщины ресницы сделаны. А она что, хуже их, что ли? — Доктор, какая менопауза? Я что, не беременная? Врачиха оторвалась от писанины и уставилась на Татьяну Ивановну. — В смысле? — В коромысли. Месячных давно нет, тошнит по утрам, кисленького охота, в весе прибавляю. Что вам еще-то нужно? Чуть не плакала пациентка. — Мне нужно? Мне вообще ничего не нужно. Вы о какой беременности речь ведете? Если месячных нет, то это сейчас только одно означает, что вы вступили в менопаузу. Никакой беременности у вас и в помине нет. Вы что? — Я вам не верю, — объявила Татьяна Ивановна. — Дайте направление на УЗИ. — Я 25 лет тут работаю и, поверьте, умею отличить беременную матку от небеременной и без УЗИ, — уверяла гинеколог. Но пациентка была непреклонна. — Дайте мне направление на УЗИ. — Да это просто ужас какой-то. Все, блин, вокруг меня беременные. Прямо как заразились друг от друга по цепочке, — жаловался Саныч старшей сестре Галине, присаживаясь на табуретку на балконе. Галина напряглась, как струна, от слов брата. — А кто еще-то, Шурка? — Да есть тут одна дама, — неоднозначно намекнул Саныч, чокнутая. — Шурка, ты сошелся, что ли, с кем опять, а? — ахнула в трубку сестра. Саныч молчал, размышляя, стоит ли рассказывать Галине о Татьяне Иванне или лучше эту информацию от нее утаить. — Шурка, я ведь тебя спрашиваю. — Да живу тут с одной пенсионеркой. И ты представляешь, Галюнь, и она туда же говорит, что беременная тоже. Да е-мое, вот влип я по самые яйца, и что мне теперь делать, я себе даже не представляю. У меня еще тем ребятишкам долг по алиментам не выплачен, а они мне новых нарожать решили. Прям как сговорились все. Эмоции все-таки взяли верх, и Саныч раскололся. Ему нужно было выговориться, а больше, кроме как родной сестре, сделать это было некому. Все услышанное от Шурки перемешалось в голове Галины в полную кашу. Она не могла понять, как какая-то пенсионерка могла забеременеть от ее любименького братика. — Я, Шурка, если честно, ничего не поняла, — призналась она Санычу. Саныч оглянулся, не пришла ли Татьяна Ивановна, и чтобы она не подслушала его разговор с сестрой, на всякий случай закрыл поплотнее балконную дверь, ведущую из кухни. — Да чего тут непонятного-то? Баба, с которой я живу, тоже забеременела. — Ох, Шурка, ты меня сейчас убил прямо, — застонала Галина. — Убил? Ты б знала, как она меня убила. Наповал прямо. Это ж надо такое придумать. Дурь, шестой десяток пошел, а она все туда же. — Да как же у вас так получилось-то, Шурка? Молодые детей завесть не могут, а вы прям как кошки множитесь на старости-то лет. — Кошки! Я-то тут при чем? — обиделся Саныч. — Мне их вообще не надо, детей этих, ты же знаешь. Увлеченно беседуя с сестрой, Саныч все-таки не услышал, как пришла и зашла в кухню Татьяна Ивановна. Невольно, через приоткрытое напроветривание пластиковое кухонное окошко, она услышала все, что говорил ее Шунечка. — Дура престарелая! Дура! Дурында! — нараспев склонял свою сожительницу Саныч. — Она думает, я женюсь, что ли, на ней? — Ага, а как же! Нахрена она мне нужна будет со своей личинкой? Я в няньке не нанимался. Мне баба для спокойной жизни нужна, чтоб готовила, стирала, ублажала. А раз такое дело, завтра же съеду, только меня и видели. Я-то ведь не пропаду, ты меня знаешь. Таких придурошных на каждом углу только свистни. В это самое время Татьяна Ивановна, не выдержав оскорблений в свой адрес лившихся из Санычевой пасть рта, как из рога изобилия, схватившись рукой за сердце, будто бы стараясь удержать его, чтобы оно не выпрыгнуло от нахлынувшего, как лавина гнева, ворвалась на балкон и кинулась на мирно сидящего на табуреточке, сложив ногу на ногу сожителя. От неожиданности Саныч повалился на пол, а Татьяна Ивановна в один миг уселась на него сверху и принялась молотить его своими маленькими пухлыми, но сильными кулачками, не разбирая, куда попадает, и приговаривая ругательство. «Ах ты поразительно! Ах ты козлина! Навязался на мою шею бездельник, а я кормлю, пою его, а он воно как отблагодарил меня! Ах, значится, я дура престарелая, дура-дурында! Ах ты гад паршивый, ах ты погонь! На тебе! На! На!» Татьяна Ивановна лупила и лупила Саныча своими кулачками, не разбирая и куда попала. И удары ее были очень даже ощутимые. Санычу показалось, будто даже ВДВшники отнеслись к нему в прошлый раз более гуманно и по голове не били. «Танька, гадина, ты чё творишь?» Обхватив голову руками, Саныч пытался уберечь ее от шквала тумаков, производимых маленькими пухлыми кулачками, и хотел было скинуть с себя наездницу. Но Татьяна Ивановна прочно укрепилась на позиции, обвив туловище любимого ею человека своими короткими ножками и будто намертво к нему приклеилась. Услыхав крики, соседка снизу взяла швабру и начала долбить ею по потолку на своем балконе. «Прекратите сейчас же, не то милицию вызову!» заорала она, подняв голову кверху. Крик ее возымел действие, и Татьяна Ивановна, выйдя наконец из состояния аффекта, нехотя слезла с Саныча, разглядывая свои поломанные ноготки. «Вот гад, все ногти из-за тебя переломала!» Саныч поднялся с пола, пригладил свои взъерошенные Татьяной Ивановной волосенки, отряхнул штаны и, презрительно посмотрев на сожительницу, хотел было с балкона выбраться. Однако Татьяна Ивановна, решив, что Шунечка сейчас после ее такой выходки уйдет от нее навсегда в неизвестном ей направлении, и она никогда более его уже не увидит, растопырила руки и ноги возле балконной двери и отчаянно заорала. «Не пущу!» И Саныч снова уселся на табуретку, сменив презрительный взгляд на торжествующий. «Ну и дура ты, Танька! Настоящая дурында!» — сообщил он ей, поняв, что победил, а уйти всегда успеет. «Обо мне не думаешь, хоть бы о ребенке своем подумала. Так скакать будешь, не ровен час случится выкидыш». После этих слов Татьяна Ивановна вся сникла, а из глаз ее ручьем полились слезы. «Нету, нету у меня никакого ребенка!» — завыла она в голос. А соседка снизу опять заторобанила шваброй по своему потолку, требуя прекратить безобразие. «Вот тебе на!» — удивился Саныч. «Куда ж ты его дела так быстро?» «Никуда не дела! Его и не было! Это климакс у меня начался!» Размазывала тушь пухлыми кулачками с нарощенных ресниц Татьяна Ивановна. От радости Саныч аж присвистнул. «Е-мое, вот так новость!» А про себя подумал. «Хорошо, что не ушел!» «Дура ты, Танька! Я аж с Галиной вовсе и не про тебя по телефону разговаривал!» «Не про меня?» — удивленно протянула Татьяна Ивановна. «А тогда про кого?» «Про кого, про кого!» — передразнил ее Саныч. «Про Маргариту, вот про кого!» «Она же тоже того, беременная!» «А разве ей тоже шестой десяток, как и мне?» — уточнила Татьяна Ивановна. В душе ее затеплился огонек надежды. «Может, и не шестой пока еще!» «Но выглядит она, я тебе скажу, на все семьдесят!» — уверил Саныч, решив не мелочиться. От радости душа Татьяны Ивановны затрепетала, как мотылек, разгоняющий своими крылышками все сомнения, и она тут же с ним согласилась. «Да, видала я ее, Маргариту эту, и правда не красавица!» «Ну, а я что говорю? Что, я врать, что ли, тебе буду?» И тут до Татьяны Ивановны дошло, что она, выходит, зря поколотила своего сожителя. И она, опустившись перед ним на колени, уткнулась ему прямо в пах, в живот и заплакала. «Прости меня, Шунечка, дуру старую, не поняла я, что не обо мне речь, да тут неприятности еще эти. Врачиха уперлась, говорит, не беременная вы, а я уж направление с нее устребовала на УЗИ, хоть и сама знаю, что права она. Никакая я не беременная. Просто уж сильно хотела старость свою отодвинуть, решила, раз беременная, то и не старая еще. А про климакс этот, будь он неладен, и думать даже не хотела. А он, выходит, думай, не думай, все равно настал, раз время пришло». «Ну ладно, ладно, будет». И Саныч, пересилив себя, с отвращением погладил по голове Татьяну Иванну, уткнувшуюся в морды, лицом ему прямо в пах, в самые ляжки. Женщина подняла на него заплаканные глаза, шмыгнула носом и утерла ладонью слезы. «Шунечка, ты ведь меня любишь?» Спросила она, с надеждой заглядывая Санычу в глаза. «А то», – заверил он. Татьяна Ивановна помолчала и вдруг предложила. «А давай собачку заведем, а? Ну, раз уж с ребеночком ничего не вышло». Саныч задумался на секунду, соображая, что с собачкой придется гулять раза два в сутки. И не исключено, что не ему. И выдал встречное предложение. «Лучше уж кошку». Татьяна Ивановна радостно закивала, заулыбалась, быстро вскочила с колен, воодушевленно затороторив. «Завтра же пойдем с тобой на рынок и купим там маленького котенка». Представляю, как они вместе с Шунечкой будут растить этого малыша и как он сплотит их в настоящую семью. Утром следующего дня, как раз в воскресенье, Татьяна Ивановна и Саныч, плотно позавтракав, отправились на рынок. Походив по рынку, они не обнаружили ни единого продавца с живностью. «Да вы что, тут котят давно не продают. Смотрите на Авито», посоветовала им краснощекая тетка, у которой Татьяна Ивановна покупала свиные уголки и ребрышки, которые так любил Саныч. Походив еще немного между рядов, Саныч и Татьяна Ивановна отправились домой, в надежде подыскать котенка на сайте. Однако выбор котят и тут был невелик. В других городах и регионах, да, котят было навалом разных пород и разной ценовой категории, но ехать за каким-то котенком за три-девять земель в планы ни Татьяны Ивановны, ни тем более Саныча не входило. Из их райцентра объявлений было всего три. В одном продавались котята дворянской породы, четыре штуки, пестрого окраса, едва открывшие глазки, возрастом всего месяц. Дворняжек они отмели сразу и были в этом желании единогласны. Другое объявление гласило о продаже породистого котика, которого обещали привезти бесплатно из другого города. Котик был очень хорош собой, шотландской породы. Он походил на пуховое серое облако. Но и цена на него стояла тоже заоблачная. Хороший новый большой холодильник фирмы Индезит стоил дешевле, чем этот малыш. И в последнем объявлении продавали уже взрослую и милую кошечку, тоже шотландской породы. Продавец писал, что у нее даже есть родословная. Продавали дешево, можно сказать, отдавали даром, по причине аллергии у хозяев. — Тань, давай эту возьмем. Вон какая красавица. Посмотри, как дорого выглядит. Сразу видно, что не из простых. — Шунечка, я хотела маленького взять, чтоб мы его сами вырастили, как родители, — робко возразила Татьяна Ивановна. — Скажешь тоже, как родители, — помочился Саныч. — Дело твое, собственно, можешь и этого маленького купить. Отдать за него две своих пенсии. Мне-то все равно. Санычу на самом деле было совсем не все равно. Он понимал, что если глупая женщина сейчас выложит такие деньжищи за свою причуду, то его явно где-то в чем-то ущемят, переведут, так сказать, в режим экономии. А этого ему очень не хотелось. — Котенок ведь тоже не вечно маленьким будет. Три месяца, и он уже взрослый кот, так что какой смысл так переплачивать-то? Татьяна Ивановна поразмыслила и согласилась с мудрым Шунечкой. Все же за мужчиной в семье должно быть последнее слово. Вечером этого же дня Татьяна Ивановна набрала номер, указанный в объявлении. — Алло, женщина, мы по объявлению насчет кошечки. Еще не продали? — Куда и когда можно за ней подойти? — Сами привезете. Ой, как хорошо. Нам и идти никуда не нужно будет. А когда и во сколько? — Прямо сейчас. Это просто замечательно, что у вас есть такая бесплатная доставка. Татьяна Ивановна положила трубку и радостно сообщила Санычу. — Представляешь, как нам повезло? Они даже сами нам ее привезут. — Угу, — отозвался Саныч, не прекращая тыкать в телефоне. Ровно через полчаса в дверь позвонили. На пороге стоял мужчина и держал в руках большую картонную коробку, перемотанную скотчем. — Добрый вечер. Вот доставил в целости и сохранности. С вас двести рублей. Татьяна Ивановна отсчитала купюры и протянула мужику. — Спасибо вам огромное. Мужчина взял деньги, сложил их пополам, засунул в карман и быстро поскакал вниз по лестнице. — Постойте! — окликнула его Татьяна Ивановна. — Как ее зовут хоть? — Шалена! — крикнул мужик и скрылся в темноте раннего осеннего вечера. — Шалена! Странное имя какое-то. Шалена! Черт и что придумали! Лучше уж будем ее звать Аленой! — бормотала себе под нос женщина, подцепив ножиком скотч. Вдруг из коробки послышалось шипение. — Шуничка, иди скорее сюда! — завопила Татьяна Ивановна. Нож выпал из ее рук. — Мне некогда! — хотел было отмахнуться от любимой Саныч, но в это время Татьяна Ивановна прибежала к нему сама с вытаращенными от ужаса глазами. — Мне кажется, там не кошка, а змея. Саныч нехотя поднялся с дивана и поплелся средом за сожительницей. Он осторожно подвигал коробку ногой и сделал вывод. Слишком тяжелая для змеи. С важным видом, вооружившись ножом, Саныч принялся сам вскрывать коробку. Изнутри опять послышалось шипение. От неожиданности он отпрыгнул. — Ё-моё! Да она шипит там! — Ну, а я тебе что говорила? — подтвердила Татьяна Ивановна. — Может, пока не поздно вернем ее обратно? — предложила перепуганная женщина. — Давай, звони им! — согласился Саныч. Однако не тут-то было. Сколько бы Татьяна Ивановна не набирала номер указанный в объявлении, трубку никто не брал, а через некоторое время он и вовсе стал недоступен. — Ну вот, отключили телефон, — с грустью произнесла Татьяна Ивановна. — Тань, ты не обижайся, конечно, но ты прям как овца, честное слово. Купила, что называется, кота в мешке, извительно заметил Саныч, и женщина покорно согласилась с ним, виновата опустив голову. — Может, соседа Витьку позовем, пусть он нам коробку откроет, — предложила Татьяна Ивановна. Саныч почесал репу и согласился. — Да я не против, черт его знает, кто там сидит. Через несколько минут молодой парень лет двадцати, проживающей этажом выше, уверенными движениями вскрыл короб с неизвестным животным. Забившись в самый угол и оскалив зубы, в коробке сидела большая серая кошка и издавала грозное шипение. — Ну, я пошел? — спросил на всякий случай разрешения сосед, вообще не поняв, для чего же его собственно звали. — Да-да, иди, Вить, спасибо тебе. — Да не за что, тетя Тань, зови, если че. Весь оставшийся вечер кошка просидела в коробке. Едва Татьяна Ивановна приближалась к ней с кусочком колбаски или сыра в руке, бубня, как заклинание, шалена, шалена, кыс-кыс-кыс, кошка начинала издавать громкое угрожающее шипение. Женщина качала головой, бросала угощение в коробку, вздыхала и отходила. За ужином Саныч провел с Татьяной Ивановной воспитательную беседу. — Тань, ты поменьше ее колбасой-то корми, нечего ее к колбасе-то приучать, пусть вон за нами доедает суп там или кашу, намазывая батон толстым слоем плавленого сыра и кладя сверху кусок сервелата, советовал Саныч. Проглотив пару бутербродов и запив их чаем, он сообщил. — Ты как хочешь, а я с ней в одном помещении спать не лягу. Шипит она, понимаешь ли, эдак и не уснешь. — А где же ты теперь ляжешь? На кухне, что ли? — искренне удивилась Татьяна Ивановна. Спать одной ей совсем не хотелось, не для того она завела себе Саныча и терпела, закрывая глаза на все недостатки, чтобы спать теперь одной. — На кухне лягу, а ты с этой спи, только дверь закрой, а то ночью пойду в туалет и наступлю на нее в темноте, ничего доброго, предупредил Саныч. На самом же деле он боялся не наступить в темноте на кошку, а опасался ее саму. Все ж таки зверюга, родственница самого тигра, возьмет да и бросится на него. — Лучше уж давай я коробку в коридор поставлю, а сами в комнате ляжем, от нее закроемся, не сдавалась женщина. — С ума сойти, мы теперь в своей квартире будем от нее прятаться, воскликнул Саныч. — Вот тебе это надо было. — Что вам бабам спокойно-то не живется? Что вы все приключения себе на задницу ищете? — Шунечка, почему ты все время говоришь обо мне во множественном числе? Каким еще бабам? Я у тебя одна. Искренне недоумевала Татьяна Ивановна, удивленно хлопая своими нарущенными ресницами. Когда погас свет, кошка чуть освоилась, выбралась из коробки и залезла под ванну. Надо сказать, что санузел в квартире у Татьяны Ивановны, был совмещенным. И когда средь ночи Саныч понесся в туалет, в последнее время мочевой пузырь у него стал слабоват, к тому же отчего-то сильно крутило живот, то, глянув на коробку, стоящую в коридоре, он нисколько не засомневался в том, что питомец спит в ней. Саныч закрыл за собой дверь на щеколду и уселся поудобнее на толчок, будто гриф на свое гнездо. Сон назевнул и от нечего делать начал рассматривать свои длинные желтые ногти на волосатых пальцах босых ног. «Надо будет сегодня размочить и подстричь», подумал Саныч и пошевелил пальцами. В ту же секунду из-под ванны выскочила шалена и вцепилась когтями и зубами в Санычевы ноги. Саныч завизжал, как недорезанная порося, и задрал свои ноги почти что до самого потолка. Не удержавшись на гнезде унитазе, он провалился в него своим тощим задом. В это время в туалетную дверь уже ломилась ему на помощь Татьяна Ивановна. Толкнув дверь со всей силы, женщина повалилась прямо на застрявшего в унитазе Саныча, чуть не переломав ему все ребра. От страха и ужаса бедная кошка по кличке Шалена пулей выскочила из ванны и прошмыгнула в комнату прямиком под хозяйский диван, живущая этажом ниже, уже вовсю долбила шваброй по своему потолку, угрожая вызвать милицию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok